Что нужно сделать в первую очередь после покупки или сборки нового компьютера? Снизить температуру в этой светящейся коробке. В этом нам и поможет андервольтинг. Обычно у любых действий есть свои плюсы и минусы, так вот андервольтинг это только плюсы. Быстро объясняю почему это абсолютно безопасно для компьютера, для видеокарты и приступаем к бесплатному и мощному апгрейду твоего ПК. Видеокарта в процессе работы потребляет энергию и чем сложнее задача, тем выше нагрузка и следовательно энергопотребление. А чем выше энергопотребление, тем выше температура. Мы с тобой будем снижать энергопотребление путем снижения напряжения. Снижение напряжения никак не влияет на видеокарту. Ну, продолжай. Да, шутки с напряжением конечно плохи, но мы его будем понижать, поэтому у нас все будет точно в порядке. Можно провести аналогию с паровозом. Вот едет паровоз и мы начинаем меньше в топку подбрасывать дров, то есть снижать энергопотребление. Что произойдет? Он просто будет ехать медленнее и все, с ним будет все в порядке. Вот при андервольтинге, грубо говоря, мы это и делаем. Мы снижаем напряжение, но так хитро, чтобы наш паровоз продолжал ехать с той же скоростью. Приступаем. Для андервольтинга нам потребуются три программы. Это Фурмарк, GPU-Z и MSI Автобернер. Все программы бесплатные и качаются с официальных сайтов. Ссылки на них в описании. Установив все программы, запускаем MSI Автобернер. В настройках я включаю удобный для себя интерфейс управления и перехожу в Курву. В редакторе кривых мы видим стоковую настройку зависимости частоты от напряжения. Теперь запускаем программу GPU-Z. Здесь мы видим все характеристики нашей видеокарты. Нажимаем на вопросик рядом с версией PCI-Express, переключаемся на вкладку «Сенсоры» и запускаем тест. Ждем секунд 30 и кликаем по значению частоты графического процессора, чтобы показалось максимальное значение. Так мы определим максимальную частоту, на которой работает наша видеокарта. От нее мы и будем отталкиваться. Переходим в окно кривых и ищем наше максимальное значение, кликая по точкам и смотря на шкалу. Если случайно сместили точки на графике, просто сбрасываем настройки кнопкой Reset. GPU-Z нам больше не нужна. Закрываем ее и запускаем в формарк. Здесь выбираем разрешение монитора, максимальное сглаживание и затем переходим в настройки. И включаем Dynamic Background, Burn-in и Extreme Burn-in. Все остальное выключаем и нажимаем ОК. Смотрим, чтобы не было галочки Fullscreen. И запускаем GPU-тест. Ждем минуту и закрываем. Это был проверочный тест, что все корректно запускается и работает без ошибок. Переходим к кривой и видим наше максимальное значение частоты. Выбираем точку с минимальным напряжением. Ищем точку на графике левее примерно на 25 мВ. Зажимаем Alt и левую кнопку мыши. И тянем график вниз до тех пор, пока самая верхняя его точка не будет ниже нашей максимальной частоты. Далее отпускаем Alt и поднимаем точку на максимальную частоту. Нажимаем Apply. График должен выровняться. Теперь запускаем GPU-тест, фурмарка и ждем примерно еще 2 минуты. Если все отлично работает и ничего не вылетает, нет фризов и артефактов, закрываем тест и перемещаемся по кривой еще на 25 мВ левее. Сбрасываем настройки кривой и снова опускаем график ниже нашего максимального значения частоты. Поднимаем нашу новую точку до максимального значения и нажимаем Apply. Запускаем тест фурмарка во второй раз и также смотрим, чтобы все работало стабильно. Если все отлично, просто повторяем наши действия и перемещаемся по кривой на 25 мВ левее. В какой-то момент стабильная работа теста закончится. И он начнет или вылетать, или зависать. Ничего страшного, в этом нет. Переходим к предыдущему стабильному значению нашего напряжения на графике с максимальной частотой и устанавливаем его. Таким образом, мы нашли минимальное значение напряжения при максимальной частоте видеокарты. Теперь наша видеокарта потребляет меньше энергии, следовательно меньше греется. Температура чипа, VRM и видеопамяти будет ниже. Это абсолютно с той же производительностью. Обязательно проверь настройку в тяжелых играх, в которые играешь. Если есть лаги, которых быть не должно, просто поднимай значение напряжения при той же частоте. Дальше больше. Хочешь еще ниже температуры? Снижай максимальную частоту и дальше двигай напряжение влево. И при потере в 5-10 кадров получай температуру ниже на целых 15 градусов, а то и больше. А энергопотребление видеокарты меньше на 100 Вт. Для ноутбуков так это вообще спасение. Дальше все ограничивается только твоей фантазией. Сохраняй полученные настройки в пресеты и переключайся между ними при необходимости. После того, как мы нашли оптимальные значения частоты и напряжения, не закрывай MSI Auto Burner. Нажимай свернуть. Он сворачивается в трейд и поддерживает настройки, которые ты задал для видеокарты. Если мы закроем MSI Auto Burner, то он закроется полностью весь и не будет поддерживать те самые значения напряжения и частоты, которые мы для него выбрали. В следующем видео я расскажу, какую видеокарту выбрать и почему очень важно, где располагается разъем ее питания. Подписывайся, чтобы не пропустить. С вами был Смок. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok